Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналя, и сегодня у нас очередное видео по обновлениям в Star Stable Online. Посмотрим, какая же яркая радуга приехала к нам сегодня вместе с облачным королевством, каких новых магических лошадок завезла, что случилось с красками, куда пропали все цвета и что же нас ждет на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и... поехали! У нас появилось два дополнительных задания. Напуганный лягушонок и приключения над облаками. Все они высвечиваются на карте, мы их можем получить в Морландии. И по дороге мимо аббатства Дойла тоже вернулся воздушный шар, наш любимый. И, кстати, о, мы успели на фестиваль радужный. Большая часть этой NPC радужный фестиваль проходит раз в какой-то промежуток времени, я еще не успела об этом посмотреть. По-моему, каждый час он проходит и вы можете приодеться в ваши радужные комплекты и прокатиться вместе с остальными. И, кстати, в этом году они снова переработали, по-моему, NPC, которые катаются на фестивале. И сейчас это очень большое разнообразие лошадей от началок Юрикских, Пони, Лузитана, Северошведа, Канимара. Так, я вижу Лепетсана и Фриза, вижу Тинкера. Даже Фьорды и Арабы я врезалась. Так что вот такое разнообразие вы можете приодеться и проехаться вместе с ними до Фортпинта. По-моему, да, в начале каждого часа они отправляются из Морланда через все вот эти радужные арки прямо на место фестиваля в Фортпинта. Но к этому мы вернемся чуть попозже. А пока что я вынуждена оставить ребят и вернуться к Мике, которая ждет около своего воздушного шара, чтобы отвезти нас в Облачное Королевство. Давайте же с ней потолкуем. Так, народ много. Я буду все диалоги пропускать, потому что я это уже все проходила. Но сюжетные, конечно же, если что, вдруг буду читать. Так, единственное, у нас сейчас все черно-белые, потому что краски вновь куда-то пропали. Ну, точнее, их вновь украли. И наша задача будет их вновь искать и спасать. Но как я хочу посмотреть цветастость новых магических коней? И это не честно. Можно было бы чуть попозже. Но благо в меню покупки лошадей мы можем посмотреть, какие они красивые. Первая лошадь у нас Тенетбри. Это лошадь на модельке Дикой лошади Юрвика. Очень красивая. Мне обожаю фиолетовый цвет. Вот такие вот градиенты волшебные. Безумно понравилась лошадь с первых спойлеров. Стоит она 975 старт коинсов. Характеристики имеет абсолютно такие же, как и обычная версия данной породы. И также в обычном облике у нас выглядит вот такая вот шоколадная прелесть со звездой в лбу. Вот этот еще хвост и гривы в виде наружки. Очень нравится. Симпатичная. Так, и теперь вторая у нас лошадь на модельке. Аполлоза это призма. Это просто взрыв радужных эмоций с, наверное, облаками или, не знаю, топленым молочком. Очень прекрасная лошадка. Мало того, что мне всегда нравились все масти Аполлоз и их анимация. Хотя на основе у меня, по-моему, нет ни одной Аполлозы. Но я восхищаюсь данной породой. У меня несколько лошадей на другом аккаунте. Эта лошадка точно пойдет ко мне в конюшню. Просто, просто прекрасно. Просто я не могу. Я прям заикаюсь. Мне очень нравится. Стоит она 900 старкоинцев. Имеет такие же характеристики, как порода Аполлоза. Ну и также все доп-анимации. Жалко, что только магическим лошадкам нельзя менять прически. И вот так вот это чудо выглядит без магического облика. Я так хочу ее. И, ребят, точно покупка будет. Просто нужно будет дождаться. Обязательно. Вначале нужно прокачать кое-какую другую лошадь. Кстати, ноги у нее такое чувство, что вот пятнышки взяли от Кнап Струпера. Такого серенького. Не знаю, очень похоже. Очень красиво, но очень похоже. Так что вот так вот. Вместе с ними продаются два питомца. Это радужные вороны. Вот так вот они выглядят. Можем посмотреть только здесь на картинке. Один под призму. И второй для как раз вот лохматика. У нас в компании здесь стоят они по 300 старкоинцев. Так что если есть возможность, и они вам понравились, покупайте. Но я лично больше люблю воронов Халуина. Так. И по идее у нас здесь есть радужный магазин. Да, который теперь у нас... Ага, у нас теперь две локации. Локация с обменом жетонов, где мы можем... Купить за жетоны... Летний жетон. Мы можем купить себе песика, очки и весь комплект в стиле вестерн, но в дизайне тай-дай. Это очень классно. Я безумно хочу вот эти вот нагавочки. Так, это вот все, что есть в данном магазине сейчас. И теперь мы пойдем в магазин за обычную валюту. Еще вот эти вот нагавки. Ой, ой, бинты, это все так красиво. Радужная борода, что... А, ну да, я ее видела в спойлерах. Очень классно все такое, просто... Ааа, приятные оттенки. Что? Серьезно? Мне казалось, у меня есть этот комплект? Нет? Ничего себе, вот это я сейчас удивилась. Мне казалось, у меня все комплекты есть радужные. Но, оказывается, нет. Приходи на радужный парад и на дискотеку. Сейчас мы выпройдем в руку. И я быстренько сюда с вами отправлюсь, чтобы посмотреть хотя бы там все цвета радуги с самого начала мероприятия. И так вот, мы и приехали на радужный фестиваль. Здесь тусуются абсолютно все NPC, которые, по-моему, участвовали в параде. От Морунда до отсюда. Как всегда, нас радует своей музыкой DJ Kai. Обожаю почему-то слушать ее песни зимой. Хотя они чаще всего играют летом. И так, что же есть у нас на радужном фестивале? У нас есть возможность потанцевать и поразить своих друзей. Порадоваться летним настроением. И просто показать, какие комплекты радужной одежды у вас есть. Ну, или просто радужное настроение продемонстрировать. Да, я, если честно, прям очень обожаю песни DJ Kai. И так, у нас здесь есть тоже магазинчики радужные. В одном из которых подается еще один терьер. Радужный гордый терьер за 350 старпоинцев. Разработчики. Мне кажется, слишком много терьеров. Я не против собак, но добавьте что-то побольше. Что-то, что не влезает в сумку. Ну, тут у нас, как всегда, пляжный магазинчик. Его показывать не буду. Он тут круглый год стоит. И вот еще один магазинчик радужных бантиков. Он был в прошлом году. Так что, если вы хотите... А, нет, нам добавили, кажется, новые. Я не помню некоторые бантики с прошлого года. И, разумеется, я считаю своим долгом купить вот этот бантик. Этот, по-моему, бантик с прошлогоднего сета. Который идеально подходит к сету из Облачного Королевства. Вот, все остальные бантики у меня, вот, все были скуплены. Но, в итоге, я не хочу сейчас покупать в следующие. Вот эти вот, ну, может быть, вот этот радужный еще, конечно же. Просто они очень красивые. Почему бы их не купить тогда? Так что, возможно, вы найдете идеальные расцветки для себя. И последняя на сегодня новость. Это добавление нового предмета в бонусную лавку для всех, кто купил себе Star Raider на постоянной основе для лайфников. Вам добавили новый подник ночной наездницы. Этот сет один из моих самых любимых. И, несмотря на то, что я не забрала его целиком полностью, в Альтрап я сразу забираю с собой. Потому что он очень красивый и мне он нравится. Согласитесь, в этом есть свой шарм. Как раз, как и называется, ночной наездницы. Будет интересно посмотреть, как же выглядит этот сет целиком и полностью после его окончательного выхода. А на этом видео подошло к концу. На следующей неделе фестиваль Радуга продолжится с новой скользкой гонкой. Будет что-то очень, видимо, летнее и веселое. А на этом я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи на Радужном фестивале. Ой, как же я хочу купить-то новых коней и прям не могу уже. Но надо прокачать предыдущую лошадь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова